Они говорят на разных языках, но музыка стирается границы. Этот оркестр объединил музыкантов из России и Китая. В рамках Летней Оркестровой Академии на Урал приехали 23 молодых таланта из Поднебесной. Для нас большая честь и большая радость, что наши музыканты приехали сюда и вместе с оркестром Чайковского репетируют, занимаются и вместе учатся. Я очень рад и благодарен оркестру, что есть возможность представить наши китайские произведения. Радостно ждали наших коллег, чтобы они тоже поделились именно этим опытом, особенно исполнением китайских произведений, потому что для нас эта музыка совершенно новая. В состав русско-китайского оркестра вошли музыканты Театра оперы и балета провинции Хунань и Хунаньского национального оркестра. Скрипач Хуань Джуньи признается влюблен в музыку Чайковского. Мы все изучаем классическую музыку, мы с детства учимся, тренируемся и, конечно же, мы знакомимся со всеми мировыми музыкальными авторитетами, в том числе и с Моцартом и Бетховеном. Но мне самому больше всего нравятся Чайковский и Римский Корсаков. В Екатеринбурге гости из Поднебесной проведут неделю в программе ежедневной репетиции с Уральским молодежным симфоническим оркестром. Дирижеры описывают концертную программу как «Шелковый путь» из-за переплетения в ней музыки российских и китайских композиторов. Музыка нашего классика Петра Ильича Чайковского в концерте прозвучит и знаменитая итальянская капричио, и музыка из балета «Лебединое озеро». Вот уже третий день мы репетируем. Репетиционный цикл у нас строится из одной большой общей репетиции. Это весь оркестр репетирует под управлением Дмитрия Владимировича и маэстро Сяо Мина. И вторая половина дня, как обычно, она у нас проходит в режиме мастер-классов. После недели ежедневных репетиций столицы Урала начнутся концертные выступления. Уже 20 августа музыкантов можно будет увидеть на программе «Тысяча лирек Сяо Сян. Путь в Россию» и 21 августа «Чайковский оркестр» и «Шелковый путь». Полина Баранова, Иван Попов. События ОТВ. Продолжение следует... Продолжение следует...